им привет давайте пройдем следующего босса следующее испытание в таверне это у нас серьезная схватка с всепожирающим нормалом называется на вопль всех пожирающего нормал вообще сам сама карта этого нормала получилась на мой взгляд тоже интересны как и стража азиса но прикол у этого нормала немножко другого я сказал он немножко получился душным но все-таки не таким как страж азиса как видите этот нормал берет и сжигает карты самой дорогой стоимости и таким образом повышая набивать все став стаки для чего нужны эти стаки они в основном усиливают его и дают больше урона нашему точнее его призыву своего ультимейта черному рыцарю у него в рту сидит также за счет своего элементального навыка как вы видели он берет самую дорогую карту со своей колоды и сжигает и и таким образом повышает тебе здоровье то есть причем это говорит то что вся кого до этого давала сделано так что она состоит из дорогих самых дорогих карт при стоимости и он просто живет их отжирается повышает себе ставки урон и бафает своего бафать свой призыв но в основном это я бы сказал не так уж страшно но бывает доходит до того что прям очень сильно душно становится кстати вот в этом моменте змею желательно сдавать лучше подождать придется помощника чтобы сбить ему щиток и сделать так чтобы помощник не ударил по нам мы сразу его взяли и просто удалили за счет своего урона колода это такая же что и на обычной схватки с ним особо ничего не менял здесь ну и и и в принципе хватило то чтобы победить так что поэтому я считаю его не особо таким сложным но все-таки из-за рандома так как этот дуэль они приключения он немножко может быть душно все зависит от того как он будет жрать карты потому что он может еще там дома выжирать по 3 не хилится по 3 а может выжирать по 1 и по нулю ну то есть не хилится вообще или всего лишь на единичку теперь можно использовать змею и отодвинуть его ультимейт взрыв стихий дальше потихоньку начинаем его подамаживать за счет чем того же катализа дендро электро если у вас этого резонанс дендро это хорошо урона будет больше вообще да я не сказал что играть с ним в долгу это очень хорошо потому что но также как со стражем алиса играет против вас и чем больше он карте набьет тем сильнее будет отжираться так что лучше замочить его побыстрее но на крайний случай если у вас вдруг не получилось пройти это колоды воспользуйтесь той что я использовал на страже азиса типа если вы не смотрели то посмотрите там колода так вот я думаю завалить очень быстро и без всяких проблем а здесь в принципе для разнообразия решил попробовать пройти ну старые дендро электроколодой своей с хайтамом или ну я и нахида тут не обязательно в принципе здесь может быть кроме любой другой дендро человек в основном урон наносит поэтому как видите мне тут более-менее с рандомом повезло и не хватило урона также за счет артефакта нашего я смог получить один дендрадайз который мне был необходим и закончил эту игру пораньше тоже а на этом все не всем это видео помогло колоду им как обычно показываю как я говорил если у вас вдруг не получилось пакетные можете попробовать пройти колодой то что я использовал на страже азиса в общем до встречи на следующих испытаниях да так Субтитры сделал DimaTorzok